Мы в прошлый раз и позапрошлый раз начали с вами рассматривать первую нашу тему. Это важная тема, связанная с тем, что такое нейронные сети, зачем они нужны и в связи с чем к ним сейчас происходит такой повышенный интерес. Мы рассмотрели с вами основные идеи, откуда появился этот интерес к современным искусственным нейронным сетям. Обсудили, где впервые этот интерес проявился, хотя также упомянули, что все это давным-давно было известно. Но были некоторые предпосылки, которые сделали эти методы более интересными для коммерческого использования. В первых, в коммерческом смысле, очень активно стали использовать различные эти гиганты, такие как Google, Microsoft, для решения задач распознавания образов, распознавания звуков, то есть те области, которые достаточно легко коммерциализировать для массового потребителя. Хотя вы тоже должны понимать, что все эти методы, на самом деле, давным-давно использовались в промышленности, в системе технического зрения, в системах распознавания звука и голосов. То есть все эти темы так или иначе раньше присутствовали, но тем не менее появились некоторые революционные изменения, которые позволили их применять в достаточно более широком плане. Значит, мы обсудили, какой был до этого подход, то есть классический подход с созданием так называемых пространства признаков и распознаванием объектов по пространству признаков. Такой классический подход, который требовал на самом деле огромного количества ручного труда, то есть подбора признаков, анализа исходных данных, что не позволяло применять это в широком масштабе, то есть решались какие-то узкоспециализированные задачи, такие, например, как распознавание текста. При появлении нейростевого подхода, ну или в более общем смысле, сейчас называется глубинное обучение, хотя часто эти вещи идут рука об руку, эти два стандартных шага, таких как выделение пространства признаков и классификация, они, по сути, стали делаться в автоматическом режиме использования нейронных сетей. Ну и сейчас наиболее популярно, тоже обсудили, что наиболее популярно сейчас применение комбинированного подхода, когда есть какие-то упрощенные пространства признаков, чаще всего оно направлено не на снижение объема информации, а наоборот на его увеличение, то есть введение дополнительных связей между, например, изображением каких-то пикселей. Использование дальше автоматического классификатора, автоматически обучаемого классификатора для редукции этого пространства признаков и затем использование обычного классификатора уже для непосредственно выделения объектов. Вот, также обсудили, что из себя представляет нейронная сеть, что это огромное количество скрытых элементов, базовых процессорных элементов, каких-то индивидуальных маленьких алгоритмов, которые занимаются преобразованием информации, которые объединены в некоторую сеть, в которой распространяется некоторый сигнал. То есть в целом достаточно должна быть понятная вам идея, то есть построение такого, некоторого преобразования сигналов из набора элементарных компонентов, которые в целом могут давать достаточно сложное поведение. Вот, то есть обсудили, что есть этапы обучения, когда вы подсовываете какую-то размеченную, размеченные данные на вход и, соответственно, корректируете поведение каждого элемента в соответствии с тем, чтобы на выходе у вас получался нужный ответ. Вот, и дальше процесс непосредственно использования, то есть когда вы просто подсовываете на вход данные и по тому, как вы настроили сеть, вам выдается какое-то значение на выходе, полезное для вас. Вот, также, по-моему, мы немного успели поговорить про сверточные нейронные сети, то есть это такое отдельное направление. Суть его, собственно, идея его состояла в том, что у вас помимо просто, ну, то есть на самом деле просто усложнились вот эти базовые элементы, они на самом деле просто усложнились, то есть если там в классических нейронных сетях здесь просто обычное алгебраическое преобразование, то есть обычное преобразование, какая-то функция статическая, которая, там, скажем, суммирует входы и выдает, пропускает их через какую-то нелинейную функцию и выдает на выход значение. Вот, то в сверточных нейронных сетях все немножко сложнее, значит, там появляется для каждого, во-первых, для каждого нейрона появляется так называемый фильтр цифровой, но на самом деле с идеей обычной цифровой фильтрации изображения, цифровой фильтрации сигналов, то есть у вас есть свертка, сигнал свертки, который, в сути, это взвешенная, то есть выход, грубо говоря, для получения одного пикселя в выходном слое, да, вы берете некоторый участок изображения, то есть некоторая оконная функция, которая берет участок изображения, считает взвешенную сумму пикселей, вот, и на выходе получает некоторые значения. Это значение становится пикселем нового изображения. Соответственно, в зависимости от того, как вы это окно берете, например, вы можете брать его в каждом пикселе, да, вы можете брать его через пиксель, через два пикселя, размер окна у вас может быть разным, вот, вы будете получать разнообразные варианты преобразования изображения из одного пространства, то есть исходное изображение, в какой-то такой абстрактный. Вот, то есть если приводить аналогии по фильтрации изображения, то, например, вы можете сделать один слой, одно вот такое виртуальное изображение, да, например, таким, чтобы оно выделяло границы. То есть если фон примерно одинаковый, да, то будет просто черный. Если происходит, например, изменение с черного на белый, то появляется какая-то линия на этом рисунке абстрактном. И таким образом вы можете делать огромное количество таких виртуальных изображений в каждом слое. То есть у вас, во-первых, происходит некоторая параллелизация, то есть одно изображение трансформируется в набор из тысячи абстрактных изображений. И каждое изображение строится с каким-то своим набором вот этого окна и коэффициентов, по которым считается вот эта взвешенная сумма значений пикселей. Ну, понятно, что каждый пиксель, если это черно-белый, то это значение какое-то, целочисленное, вещественное. Если это цветное изображение, то, как правило, оно еще раскладывается на три компонента, там, красный и зеленый, хиний. Либо просто считается какой-то насыщенность цвета. То есть, грубо говоря, цвет преобразуется в число, и дальше вот каждый пиксель, которым поставлено число, он с помощью такой оконной функции свертки преобразовывается в абстрактное изображение. И таких изображений может быть очень много абстрактных, у каждого свое окошко, своя свертка. Единственное, что, как правило, для каждого слоя фиксируются метапараметры, то есть размер окна и то, с какой частотой оно применяется. То есть в каждом пикселе, либо с каким-то смещением. И, соответственно, потом на следующих этапах также происходит операция свертки, то есть опять выделяется некоторое окошко на каждом изображении, в таком виртуальном, и для него опять считается свертка со своим окном, со своим шагом, со своими коэффициентами взвешенной суммы. И вот это все, то есть несколько раз, несколько слоев таких происходит, получается какие-то такие наборы абстрактных картинок, по которым потом строится общий классификатор, анализирующий все, что пришло на вход, и пытаешься диагностировать, что тут находится на самом деле. То есть задачи могут быть самые разнообразные, но вот общий принцип такой у сверточных сетей. Вот, и здесь можно примерно оценить сложность такого алгоритма, например, с точки зрения количества параметров, количество переменных, внутренних состояний. То есть у вас, например, здесь было тысяча на тысяча пикселей, порядка миллиона параметров. Вы их трансформировали в тысячу слоев, но, предположим, за счет оконной функции и смещения вы, например, в 10 раз уменьшили это изображение. Но, тем не менее, у вас их в тысячу раз больше стало. То есть вы там, ну, по сути, получается некоторый такой взрыв размерности. Там из миллиона там стал, не знаю, миллиард, например. Потом этот миллиард как-то сжался еще там до 100 миллионов, потом там еще до миллиона. То есть сначала происходит такой взрыв вот этих признаков за счет того, что вы применяете вот эту свертку в различных комбинациях. Вот, а затем происходит некоторое сжатие. То есть расширение пространства признаков и сжатие пространства признаков. И вот за счет вот этой операции происходит, грубо говоря, отфильтровывание информации в исходном изображении, которое не имеет отношения к вашей задаче, то есть различных шумов и второстепенной информации. И выделение только той информации, которая действительно вам нужна. То есть для того, чтобы можно было в последствии использовать некоторый классификатор. По сути, мы поговорим еще о классификаторах, что они на себя представляют. Ну, классификатор на самом деле просто отделяет одну группу объектов, а другой. Для того, чтобы можно было использовать для, собственно, получения какой-то полезной информации. Вот. Ну и особенность как раз-таки, почему именно это стало таким некоторым революционным подходом, в том, что все вот эти оконные функции, их коэффициенты, они вычисляются автоматически. То есть вы подсовываете на выход от классификатора какое-то изображение и объясняете, что на нем нарисовано. Вот. А алгоритм обучения, настройки нейронной сети, он все коэффициенты здесь, 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 он их вычисляет автоматически. По сути, это все решается методом численной оптимизации. То есть у вас есть некоторые критерии, по которым вы оптимизируете, которые завязаны на то, что, какое изображение вы показываете и, например, что вы на этом изображении видите. Вот это, на основе него формируется некоторая ошибка. Все точно так же, как в адаптивном управлении, где вы тоже выбирали некоторые критерии, ошибку в настройке системы. Здесь все то же самое. То есть, столь лишь разница, что у вас там была одна-две координаты, да, здесь у вас там миллион координат. Вот. То есть принципы одни и те же. Вот. Ну и за счет того, что здесь огромное количество параметров, каким-то образом они выстраиваются, то есть получаются вот эти вот взвешенные, взвешенные окошки, которые позволяют вам преобразовывать эти изображения. Вот. И за счет этого волшебным образом, ну, не волшебным, а все-таки за счет алгоритмов оптимизации, да, находятся такие оптимальные параметры, которые позволяют вам на выходе получать то, что вы ожидаете. Вот. И дальше можно подсовывать уже какие-то свои собственные фотографии, неразмеченные, да, и видеть, как бы, предположения сети о том, что на них изображено. Вот. То есть это в этом, собственно, основная суть вот этих сверточных нейронных сетей. То есть их основное отличие стоит в том, что у вас свои – это не просто какие-то числа, да, это на самом деле тоже какие-то виртуальные изображения, полученные в результате операции свертки над исход изображения. И то же самое по каждому слою. То есть есть множество различных вариаций, когда, например, там, например, с третьего слоя выхода изображений используется для того, чтобы, там, посчитать свертку, там, на первом слое, например. То есть какие-то, какие-то начинаются уже, там, обратные связи включать, бывают, там, fit-forward связи. То есть, например, изображение отсюда, там, подсовывается куда-то, там, в четвертый слой. Этот четвертый слой потом комбинируется с третьим слоем, получается, там, пятый слой. То есть на самом деле есть различные варианты еще таких более сложных структур. Ну, это вот, скажем так, уже последнего времени, там, веяния. То есть построение более сложных архитектур. Но базовая архитектура, базовая идея, она вот такая. То есть построение вот такой последовательной цепочки слоев, где каждый слой – это тоже некоторое виртуальное изображение, рассчитываемое на основе операции свертки. Ну, здесь более подробно, что он себе поможет представлять, да. То есть, например, для классификации, грубо говоря, ну, например, для классификации текстов, например, они преобразуются за счет таких слоев к некоторым наборам черточек, да, по которым классификатор сможет легко понять, что на них изображено. Вот. И есть основная идея в том, что вот, грубо говоря, здесь на изображении как бы трудно писать алгоритм, который, например, глядя на это изображение, поймет, что здесь изображено. Но вот за счет многократных преобразований изображения получаются такие некоторые абстрактные картинки, по которым достаточно легко, ну, вернее, человеку не понять, что это такое, что здесь нарисовано. Но можно настроить алгоритм, чтобы он, например, ассоциировал вот этот вот абстрактный символ. Ну, здесь так условно написано, понятно, что в реальности там будет просто некоторое изображение, но оно будет четко отделимо от этого изображения. То есть подавая там молодых прекрасных девушек на вход, фотографии различные, вы будете примерно получать одно и то же. каждый раз, ну, в результате преобразования. Вот. И дальше тогда уже можно будет настроить классификатор для того, чтобы вот ассоциировать такую некоторую абстрактную картинку с тем, что непосредственно изображено на вашем фотографии. Вот. И это такой основной принцип того, как все это работает. Ну, там тоже в прошлый раз говорили, что впервые там это использовалось для распознавания рукописного текста в банковской сфере, там еще в 96-м году, то есть достаточно давно произошло. Вот. Ну, как бы так же кратко обсудили, что почему, например, было придумано давно, да, но только сейчас это получило распространение. Вот. Потому что на самом деле не было подходящего набора обучающих выборок. То есть было совершенно легко составить обучающие выборки для символов рукописных, потому что, ну, в целом там не такой большой объем, на самом деле, изображений. Вот. Но если говорить о более общих задачах, классификации, там, изображений, того, что нарисовано, то только где-то в 2012 году появились впервые, там, какие-то базы данных размещений. То есть они были и раньше, но там было гораздо меньше изображений. То есть по ним трудно было построить какой-то сложный классификатор, потому что это были какие-то фрагментарные базы с какими-то отдельно взятыми классами изображений, то есть только автомобиль, там, или только мотоциклы. Вот. Без такого более широкомасштабного обзора. Вот. И где-то только в десятых годах появились такие базы данных, например, самый известный из них ImageNet. Она, на самом деле, создавалась для некоторого мероприятия такого состязательного характера. То есть, грубо говоря, выкладывалась база и предлагалось построить всем желающим алгоритмы для распознавания. Вот. Но самое главное, не просто база изображений, это еще база размеченных изображений. То есть на каждое изображение указаны то, к каким классам оно относится. С некоторой долей принадлежности. То есть, грубо говоря, одно изображение может принадлежать нескольким классам с разной степенью принадлежности, которая отмечена вот этой полосочкой. Вот. То есть наличие такой базы позволяет, собственно, решать задачу настройки. То, чего, например, не было до этого. Поэтому, да, раньше все это было, раньше все это использовалось для каких-то узкоспециализированных задач. Но вот такого массового применения для решения каких-то задач более широкого класса, таких, например, как поиск изображений в интернете, таких, как построение различных приложений, например, там, для дополненной реальности. Вот. Все это наталкивалось на то, что на самом деле просто не было размеченной выборки, размеченных данных. Вот. Ну, и вообще в целом индустрия данных, то есть разметки данных, она достаточно активно сейчас развивается. В том числе даже в этой области тоже применяют методы машинного обучения для того, чтобы просто размечать. Вот. Поэтому в целом это вот одна из проблем, которая была до 2010 года, это наличие таких баз, причем баз в открытом доступе. То есть вот этого вот действительно не было. Вот. Ну, и с точки зрения этого состязания, там тоже, например, второе, на что наталкивались все исследователи, да, это то, что, например, был очень высокий порог хождения. То есть в 2012 году, например, в этих состязаниях участвовали только различные университеты, различные ученые, то есть люди там с учеными степенями, с огромным опытом работы. Вот. И уровень их разработок, он составлял там, вот, как тут написано, да, где-то самый лучший результат это где-то 15 процентов. ошибка ошибочных. То есть из семи изображений каждое, то есть из семи изображений одно распознавалось неправильно. Вот. Причем это, как бы, точность ниже, чем у человека. Поэтому широкомасштабное применение, оно тоже вызывало некоторый скепсис, потому что точность была, на самом деле, еще недостаточно высокая. Вот. Но это достаточно быстро все поменялось. То есть как только вот появились эти базы и самое главное, появились инструменты, с помощью которых можно такие нейронные сети реализовывать. То есть если до 2012-го, 2016-го года это были какие-то только научные разработки, то есть какие-то на коленочках собранные программные продукты, которые нигде никогда не выкладывались, а если выкладывались, то с ними было тяжело разбираться, как они устроены. Вот. То где-то в 2012-м году после, ну, первого, во-первых, выросла точность, да, то есть там с 30 процентов, где там каждое третье изображение распознавалось неправильно. Вот. Упала точность, вернее, выросла точность до 70, сколько, 85 процентов. То есть только одно из семи определялось неправильно. Вот. Появился интерес и стали развиваться программные продукты, которые позволяли вам без углубления в теорию, нейронной сети, теорию оптимизации, теорию моделирования, строить алгоритмы распознавания. Вот. И это привело к тому, что буквально там через год появилось огромное количество новых людей, некоторые из которых вообще не были связаны с наукой, вот, которые использовали вот эти сверточные нейронные сети и те инструменты, которые там в открытом доступе выкладывали для того, чтобы участвовать в этих соревнованиях и, соответственно, повышать точность. То есть если за год до этого там максимальная точность была 85%, то через год там с использованием этих инструментов, открытых баз данных, этих изображений, точность почти в полтора раза выросла, то есть до 90%, то есть только одно из десяти изображений определялось неверно. Вот. То есть так или иначе, достаточно быстро, буквально за два года это стало... Ну вот в этом, собственно, стояла некоторая революция, то есть революционное такое быстрое изменение от такого узкоспециализированного научного между собойщика до таких широкомасштабного соревнования, где на самом деле очень быстро люди, связанные с коммерческим сектором, поняли, что время пришло все это реализовывать уже на практике. Вот. Ну и примерно с тех пор вот достаточно популярна стала тема, связанная с нейронными сетями, с классификацией изображений. Мы пытались применять эти инструменты на других отраслях, но пока не настолько хорошо все это работает. Ну, может быть, отчасти того, что в основе вот этого результаты лежала все-таки еще операция свертки, которая очень активно используется в методах цифровой фильтрации изображений. Вот. Поэтому для того, чтобы применить, например, этот метод в других отраслях, нужно еще иметь какое-то знание из этого специфического отрасли. Например, если это теория управления, нужно еще разбираться в теории управления. Вот. А если вы всю жизнь занимались обстанованием изображений, то и теорию управления вы тоже вряд ли что-то сможете сразу разобраться и получить какой-то результат быстрый. Поэтому хорошо это применяется пока что для распознавания изображений. Ну, в последние годы, конечно, уже появляются другие примеры использования тех же сверточных сетей. У нас будет отдельная лекция на эту тему. Вот. Значит, вот. Но пока вот самое распространенное это, конечно, классификация изображений. То есть есть инструменты готовые для этого, есть открытые базы данных с размеченной выборкой, и еще, что немаловажно, есть подходящие учительные мощности. То есть, например, 10 лет назад для того, чтобы моделировать такого рода сети, вам пришлось бы использовать в первую очередь так называемый PLIS-устройство. То есть это программируемый аппаратный микропроцессор с реконфигурацией аппаратных элементов. То есть это достаточно такая хитрая технология, в ней нужно разбираться и сходу туда как бы не залезть. То есть, но потом вот появились, вернее, они и раньше были графические ускорители, но они унифицировались, появились библиотеки, которые позволяли на базе этих графических процессоров реализовывать нейронные сети, так называемые GPU. Как только они появились, сразу, опять-таки, снизился порог хождения в отрасли, то есть появились библиотеки, позволяющие их использовать и сами вычислители стали дешевле. Что в целом тоже позволило строить достаточно легко, в домашних условиях построить нейронную сеть с миллиардом нейронных, элементарных элементов этих нейронов. И, что самое главное, их обучать. То есть это все вместе вот оно дало такой синергетический эффект и произвело такую революцию вообще в целом в области машинного обучения и распознавания образов в частности. Ну, здесь дальше просто какие-то рассматриваются статьи, то есть, ну, просто оценка того, насколько сложны эти сети. То есть первые вот эти статьи там 13-го года, там было там всего пять слоев, из которых три были это слои связанные с классификацией, и два слоя связанные со сверткой. Вот, и в общем они давали примерно полмиллиона, ну, тут почти 600 тысяч нейронов и около 60 миллионов параметров. Ну, весовые коэффициенты это параметры вот этих базовых блоков, которые соединяются в сеть. Вот, то есть вы можете их трактовать при, ну, в процессе обучения их можно трактовать как каждый параметр, как некоторые дифференциальные уравнения. То есть сложность этой системы это 60 миллионов дифференциальных уравнений, это очень сложно на самом деле. То есть если говорить там какие-то аналогии пытаться проводить, то есть, например, если вспоминать там цифровых двойников, да, то сейчас там цифровой двойник автомобиля это примерно 100 тысяч параметров. Там цифровой двойник самолета, то есть фюзеляжа самолета, это примерно там несколько миллионов параметров. Вот, а здесь получается 60 миллионов весовых коэффициентов. То есть сложность на самом деле колоссальна. Вот, и благодаря этому можно, на самом деле, появляются какие-то всякие такие интересные эффекты, когда там, например, нейронная сеть начинает там с высокой точностью, с точностью выше, чем у человека, распознавать какие-то ситуации, например. То есть, в целом, сложность колоссальна. Ну, опять же, объяснить, что там происходит внутри этих нейронных сетей практически невозможно. То есть, при таком количестве параметров, то есть, человек может объяснить, что происходит в системе там трех-четырех параметров. Вот, про 60 миллионов параметров можно просто забыть и принять как данность. То есть, это такой некоторый эвристический подход. То есть, вы экспериментально показываете, что система настроена, что она выдает правильный результат. Вот, и в этом, кстати, таится тоже определенное ограничение в использовании этих методов. То есть, вы всегда должны быть готовы, что она может ошибаться. Вот, вопрос только в том, насколько сильно она может ошибаться. То есть, есть отрасли, где это подходит. Например, если вы там строите поисковик в интернете, то там наличие ошибки там в 5% на запрос, это на самом деле не страшно. То есть, вы можете с этим жить как-то. Если речь там идет об управлении каким-то атомным реактором, где, в принципе, там точность должна быть там 99, 9, 9, 9, 9 процентов, да. То есть, конечно, там в голом виде такой метод его применять совершенно нельзя. То есть, его всегда нужно... Ну, понятно, что это на самом деле можно, это ограничение обойти. То есть, вообще все системы управления обычно строятся по принципу многоконтурных систем. То есть, у вас первый контур, он очень простой, и он, в первую очередь, обеспечивает там стабилизацию и удержание в каких-то разрешенных, разрешенном диапазоне параметров. А дальше поверх них уже строятся более сложные системы, которые могут, тем не менее, ну, давать какие-то сбои. Вот, при этом ничего страшного не произойдет. То есть, всегда есть система нижнего уровня, которая должна среагировать на выход за пределы параметров. Ну, тем не менее, да, наверное, в каких-то важных для безопасности системах использование... самым нейронных сетей, оно должно быть дополнительно основываться. Вот, то есть, такого рода сложные системы, они, как правило, должны использоваться либо под присмотром, под постоянным, постоянным переобучением, там, контролем того, насколько точно они работают. Вот, то есть, это такой инструмент, который непонятно как работает, но, тем не менее, выдает нужный результат. Ну, в принципе, то же самое и человек, да, то есть, никогда не известно, что там произойдет. Человек может просто переклинить его, и он там, не знаю, самолет начнет в землю, например, направлять. Вот, то есть, в целом, это проблема и для человека свойственна. То есть, человек точно тоже там на 94%, например, то есть, 5% – это брак всегда в любой деятельности. Вот, поэтому, в целом, да, ограничения существуют, но, тем не менее, есть способы его обхода. Вот, и, естественно, есть всегда некоторый скепсис по отношению к нейронным сетям, связанный с тем, что вот непонятно, как они работают. То есть, всегда вот главный аргумент противников в том, что непонятно, как они работают. Вот, но, тем не менее, они позволяют решать задачи практически важные, поэтому постепенно этот скепсис уходит. Вот, ну, здесь уже приводится пример другой сети, что, например, с 8 элемент, с 8 слоями, да, то есть, здесь появляется уже 5 слоев сверточных и 2 слоя, 3-3 слоя классических для задачи классификации. Вот, и здесь вот предлагается такой эксперимент, да, по выкидыванию слоев. То есть, грубо говоря, вы обучили сеть, настроили на, там, на 8 слоев, да, и что произойдет, если, например, один слой удалить? То есть, вот, видите, вы удалили, например, один слой, получили, что всего на 1% уменьшилось качество распознавания. Вот, то есть, выкидывая, там, 2 слоя, там, 6% качества, да, то есть, еще одно очень важное свойство, как раз, нейронных сетей в том, что они достаточно устойчивы к отказам. То есть, грубо говоря, вы, выкинув целый свой, там, не знаю, одну, не знаю, у вас там, одну, там, восьмую часть у вас вырезали из головы, вот, и вы все равно продолжаете решать задачу. То есть, там, с какой-то ошибкой, да, там, 3%, например, да, но, тем не менее, вы продолжаете решать задачу. Вот, и это, на самом деле, очень и очень тоже полезное свойство, в первую очередь, там, в системах важных для безопасности. То есть, если, например, ваша нейронная сеть реализована уже не как какое-то конечное устройство, а как некоторая распределенная система, где каждый слой, например, это отдельный учительный узел, или, там, каждый нейрон это отдельный учительный узел. Вот, то есть, отказы отдельных узлов, они не приводят к катастрофическим изменениям. Вот, чего, например, трудно добиться в классических системах отказоустойчивого управления, где у вас, там, например, вы, там, 3-4-кратное резервирование делаете, то есть, 3-4 узла, и выход из строя, там, например, 2 из 4 приводит к тому, что система просто перестает быть работоспособной. То есть, она уже не понимает, что происходит. Она не понимает, где правда, а где неправда. То есть, здесь, как бы, можно выкидывать, там, какие-то огромнейшее количество частей системы. При этом не нужно выстраивать каких-то сложных конструкций, связанных, там, с мажорированием, с определением того, с построением отдельного алгоритма для того, чтобы определять достоверность информации. Вот здесь вы, на самом деле, просто выкидываете целые узлы и продолжаете получать приемлемый результат. Вот, то есть, отказоустойчивость – это тоже одно из преимуществ, оно, к сожалению, пока не так активно используется. То есть, пока еще люди не насытились просто вот точностью, которую дают такие системы. То есть, отказоустойчивость – это тоже отдельное направление, которое пока не так сильно развито. То есть, есть огромный потенциал, но при этом пока это не так активно используется. Ну, может быть, потому что пока эти методы применяются для таких безобидных задач, связанных с распознаванием. А задачи, связанные с отказоустойчивостью, пока еще скепсис не преодолен к тому, что непонятно, как они работают. Но, тем не менее, потенциал достаточно большой. Ну, тут дальше уже пошли такие общие соображения, что, на самом деле, то, о чем я говорил, что, да, это хороший инструмент нейронной сети для того, чтобы решать задачи, связанные с классификацией. Ну, и помимо классификации еще другие задачи связаны, например, с регрессией, когда вам нужно не просто классифицировать, а еще и получить некоторую функцию промоделировать, то есть некоторый набор непрерывных значений. Вот, то есть, ну, вот тут такое правильное замечание приводится, что для каждой задачи есть свой инструмент. Бесполезно там микроскопом забивать гвозди. Вот, то есть нейронная сеть – это такой огромный молоток, которым можно там стучать. Вот, и 90% задач могут быть решены с помощью этого огромного молотка. Вот, но также есть задачи, где, например, этот подход в лоб, он неприменим. Вот, и нужно делать какие-то дополнительные ухищрения. То есть мы там в самом начале говорили о том, что сейчас популярен такой комбинированный подход, когда помимо такого лобового решения, когда вы просто подсовываете обучающую выборку и получаете на выходе некоторый результат, вы еще дополнительно создаете некоторые дополнительные слои в ручном режиме, которые помогают вашей нейронной сети решать задачу с более высокой точностью. Вот, и здесь как раз-таки начинается уже искусство инженера, как комбинировать различные методы, различные инструменты для того, чтобы решать задачу. То есть, опять же, нейронная сеть – это не панацея от всего. Это очень хороший инструмент, который нужно грамотно использовать. Вот, поэтому всегда нужно подходить к задаче со стороны аналитики, то есть смотреть, что за задача, как она может быть решена с помощью существующих инструментов, что нужно там подкрутить, что добавить, как скомбинировать. То есть, так или иначе, это просто хороший инструмент, а как его использовать – это уже искусство конкретно вас, как специалиста. Вот, ну, так, чисто примеры того, какие сейчас задачи решаются, ну, не сейчас, а вот 6 лет назад, да, решались, но и сейчас решаются, продолжают решаться, причем это сейчас уже такая стандартная функция во многих смартфонах. То есть, это, например, распознавание того, просто приложение, которое, например, по фотографии определяет то, сколько калорий там в вашем обеде, например, находится. То есть, это популярное приложение, вот, оно может быть там с точки зрения экономики, ну, достаточно важное, да, то есть, чтобы люди следили там за своим питанием. Вот, то есть, вы просто делаете фотографию, и приложение распознает, что у вас на тарелке находится, считает калории, там, не знаю, содержание жиров, там, углеводов и так далее. То есть, вы можете, грубо говоря, уже не пытаться там высчитывать на калькуляторе, сколько вы сегодня калорий там употребили, да, вы просто фотографируете картиночки, и приложение вам рассчитывает ваш там ежедневный рацион, делает вам рекомендации на основе этой информации, что вам добавить в рацион, что убрать из рациона. Вот, то есть, такие мини-помощники, которые позволяют вам, на самом деле, они очень незаметные, но, тем не менее, делают, что важные функции, решают. Вот, то есть, до появления вот этих нейронных сетей, до появления вот этих баз-изображений, до появления хороших вычислителей, которые позволили бы, например, в вашем смартфоне такие операции совершать, вот, это было, ну, практически нереально. То есть, вам приходилось самим сидеть с калькулятором, там, высчитывать, что вы сегодня съели и сколько там у них калорий. Вот, сейчас это все решается автоматически, с некоторой долей такой, достаточно сложной аналитики. Вот, ну, там, сейчас уже никого не удивить, там, приложениями, которые позволяют, там, людей, там, какие-то объекты распознавать, определять, что на них изображено. То есть, это тоже все сверточные нейронные сети, но, в отличие, там, от того, что мы до сих пор, там, обсуждали, где просто распознается класс, здесь еще и есть те самые задачи регрессионные, где нужно не просто определить класс, но еще и, например, рассчитать координаты прямоугольника, который, например, ограничивает тот объект, который изучался. Мы, может быть, рассмотрим тоже отдельно алгоритмы, которые предназначены для этого. Они немножко отличаются от такого более классического подхода, когда вам нужно только выдать да, нет, там, кошечка, собачка. То есть, здесь вам нужно еще решать задачу регрессионную. Вот эти регрессионные задачи, они, на самом деле, очень интересны с точки зрения теории управления, потому что, там, любой закон управления, закон регулирования – это, на самом деле, функция нелинейная. Линейная или нелинейная, да, и, вот, например, такие прямоугольнички – это тоже функция, на самом деле. Вот, то есть, грубо говоря, от входящих пикселей нужно получить не просто, что здесь телевизор там или человек, а нужно еще показать, где этот телевизор на изображении находится. Есть целые инструменты, ну, целые подходы, как, например, это делать. Мы с вами их потом рассмотрим тоже на отдельных лекциях. То есть, ну, такие достаточно, уже такие более хитрые алгоритмы, более хитрые архитектуры, которые позволяют вам не просто классифицировать, что на изображении, а еще и делать разбивку изображения на сегменты и выделение в каждом сегменте того, что там находится. То есть, такое уже некоторое. Ну, и в том числе, например, на видеопотоке. То есть, там, есть тоже примеры, когда, например, там идет какой-то видеопоток, и в этом видеопотоке, например, определяется расположение автомобилей. Ну, если вы там, например, беспилотный автомобиль едете, да, то ему надо обстановку определять, где автомобиль, где пешеход, где дерево, где дорога, где разметка. Вот, то есть, так или иначе, тоже эти алгоритмы совершенно сейчас активно применяются, и в целом мы тоже с вами рассмотрим их. Вот, есть отдельный класс алгоритмов, уже связанных с тем, чтобы, например, определение сцены. То есть, грубо говоря, у вас есть какие-то фотографии, нужно по фотографии определить, что на ней находится, и самое главное понять, где здесь вертикальная поверхность, где горизонтальная поверхность, где у вас фон. То есть, внести уже некоторое такое понимание трехмерное того, что изображено. То есть, некоторое позиционирование в пространстве сделать. То есть, тоже очень полезная информация. Например, с нескольких камер можно получить объемное представление сцены. Это часто используется для, например, оцифровки трехмерных объектов. Очень часто используется в беспилотных автомобилях и беспилотных летательных аппаратах, где нужно, например, определять позиции объектов в пространстве по виде изображения. То есть, тоже достаточно популярная тема. Там в свое время тоже были популярные направления, связанные с интерьером. То есть, грубо говоря, фотографируете вашу комнату, и потом в этой комнате, например, выкидываете диван и добавляете какой-то новый диван. То есть, такая виртуальная комната, где можно интерьер подбирать. Ну и то же самое там реконструкция изображений. То есть, можно старые изображения сделать цветными, испорченную пленку сделать более четкой, фотографии обновить. То есть, в целом, вот эта тема, связанная с изображением, достаточно активно сейчас применяется и постепенно начинает применяться в промышленном секторе. Но мы об этом будем еще дальше говорить. Так, у нас сейчас закончится время. Сейчас давайте сделаем перерыв 5 минут и переподключимся. Продолжение следует...